Друзья, этот ролик, как вы видите, о наших девочках, о тех, кого мы с вами спасаем именно сегодня. Бренда, Белла, два малыша с грыжами, Лима. Ребята, у нас ещё много других, кто тоже нуждается в нашей поддержке и помощи. Вы с нами, ребят. Потому что что бы ни происходило, мы же не можем сказать им, стоп, ребята, прекращайте болеть, подождите, а то нам некогда. Мы этого не можем сделать, ребята. Мы должны спасти их. Должны. Потому что мы люди. А человек, это звучит гордо, ведь этому нас с детства учили. Ну что, мои хорошие, вы с нами? Добра вам всем, мои хорошие. Не болейте. Добра вам. Начнём с хорошего. Бренда. Возили её сегодня на контрольное УЗИ. Проверили внутреннее, что у неё там отростки, после стерилизации, там, где была эта опухоль. В общем, там всё нормально. Жидкость не скапливается. Было опасение, что будет скапливаться жидкость. Но врач сказал, что обязательно ещё раз привезти девочку через 10 дней ещё на один контрольный снимок, ещё на одну контрольную проверку. Ребята, это по бренде. Малышка стала вставать. Малышка начинает кушать. Правда, очень неохотно, очень осторожно. Но, слава Богу, ребёнок встал на лапы. Родные мои хорошие, благослови Бог вашей семье. Спасибо за то, что вы нам помогли с брендой. Редактор субтитров А.Семкин Стерилизовали, прооперировали БЭЛУА. Нашу токсину, у которой всё тело в опухолях. Ребят, малышки удалили несколько опухолей. Удалили молочную железу. Удалили огромную опухоль на лапки и стерилизовали. Девочка находится у нас под контролем. Будем наблюдать за ней. Через 10 дней также будем делать ей УЗИ. Потому что и сегодня же отправили опухоль на гистологию, чтобы убедиться. Девочки, кроме этого, сделали рентген, сделали УЗИ. Слава Богу, лёгкие ребята, чистые. Метастазы внутрь не пошли. И тем не менее... Ребята, извините, я волнуюсь, немножко путанно говорю. Просто реально переволновалась сильно. И тем не менее, ребята, слава Богу, ребёнок прооперирован. Теперь только будем думать, как помочь, чтобы она поправилась. Малышке всего приблизительно лет 7, как сказал. 7-8 лет врач. Мы думали чуть меньше, но врач осмотрел, послушал сердечко и сказал, нет, лет 7-8 это с натяжкой. Может быть, даже 9. В любом случае, ребёнок должен пожить и дожить. Она хорошая, добрая девочка. Если кто-то захочет нашу малышку взять на доживание, ребята, будем искренне благодарны. Нола хорошая. Ой, Нола. Вы знаете. Нола всё время идёт на ум. Помните нашего скелетика, Таксюшу, которую привязали в торговом центре зимой? И она там малюсенькая, как динозаврик, целые сутки сидела на выходе, пока её не пожалела продавщица и не позвонила нам. Нола наша в Германии. Она живёт, она счастлива. Хотя ребёнок был страшный, весь в дымодекозе и в чудовищном состоянии. Но это имя всё время хочет перепрыгнуть. Вот даже сижу и подумываю, и советуюсь с вами. Может быть, и Белли поменять имя на Нолу. Всё-таки счастливое, доброе имя. Как думаете, ребята? Если согласитесь, то давайте поменяем имя. Жду ваши решения, ваши предложения. Два малыша, которым мы прооперировали грыжу. Сейчас они выздоравливают. Весёлые, хорошие. Девочка и мальчик. Девочку назвали Перси. Я всем сердцем благодарю вас. Я, наверное, готова повторять это вновь и вновь. Как я вам благодарна. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо, что остаётесь с нашими друзьями. Храни вас Бог, люди, дорогие мои. Храни вас Бог. Я благодарю вас за то, что вы с нами. И я прошу вас, не бросайте нас, пожалуйста. Чем дальше, тем страшнее. А у нас за спиной две тысячи животных. И без вас, мои хорошие, нам просто не выжить. Просто не выжить, мои родные. Спасибо вам за всё. Спасибо за ваше самопожертвование, за вашу дружбу, за то, что вы с нами, за то, что поддерживаете, ребята, и дарите нам надежду и силы жить. Спасибо вам, мои хорошие. Ребята, самая страшная проблема сейчас. Мы можем как-то остановиться, делать самые экстренные операции. Но, ребята, кормом, кроме вас, нас никто не обеспечит и никто не поможет в его закупке. Только вы, мои хорошие. И я прошу вас, ребята, прошу вас, бросим все силы на корм. Пожалуйста, ребята, прошу вас. Я обо всём в этом ролике говорю. Вы сами видите. И операции, и стерилизации, и надежды. Ребята, я так вам благодарна. Так благодарна за то, что вы с нами. Родные мои, спасибо. Спасибо вам. Люблю вас. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ребята, смотрю сейчас на Лиму и вспоминаю тот комочек окровавленный, который нашли на дороге. Грязный, измученный, плачущий. Ребята, этот ребёнок пережил ад. А теперь посмотрите, какая красивая малышка. Да, она лишилась хвостика, но переломы срослись. От имени Лимы я передаю вам её немую и самую искреннюю благодарность за её спасённую жизнь. Спасибо, друзья. Это благодарность от Лимы. Что сказать, ребята? Устал? Просто устал. А ещё мы делаем ловушки для крыс. А ещё мы делаем ловушки для крыс. Без этого, ребята, никак. Просто никак. Как бы мы ни старались, всё равно этот зверинец ушастый, хвостатый, он всё равно выползает. Отсюда не видно? О, красавица бежит. Ужас просто. Я к ним уже отношусь, наверное, как к кроликам. Ох, ребята. Мы всё испробовали. Пока самое действенное, ребята, это клей. Это клей. Как бы мы ни старались, ребята, потери всё равно есть. Поэтому каждый раз, каждый вечер мы организовываем вот такие ловушки, чтобы защититься от крыс. А они идут и идут, ребята. С полей идут, с деревни идут. Что такое для крысы километр? Ничто. Жду машину, ребята. Чтобы ехать домой. Устало, зверски. Устало, ребята, зверски. Ушастые накормлены. В приюте тишина. Все укладываются спать. Кто-то голосистый время от времени голос подаёт. А в основном, ребята, всё тихо. Снимаю вам кусочек возле ворот, просто чтобы поговорить. Ребята, спасибо за то, что вы с нами. Ребята, новая подлость от наших очень добреньких людей. Мало того, что кабеля привязали к забору, к столбу, так ещё в мешке опять подложили малышей. Ребята, ну, я не знаю, я скоро действительно буду стоять с лопатой или с дубиной наперевес. Потому что я всё понимаю. Но, ребята, ведь гораздо легче предусмотреть, чтобы не родились малыши. Я не знаю, как сказать. Я не знаю, у меня уже никаких слов нет. А потом говорят, почему зоозащита такая злая. Вы знаете, ребята, а у меня ни одного русского слова нет. Мне все слова хочется сказать матом. И очень громко. На всю Россию. Знаете, мои хорошие, потрясает одно, что несмотря на все проблемы, нервотрёпки, на то, в каком напряжении мы сейчас с вами живём, вы не бросили нас. Вы остались нашими друзьями. Вы заботитесь о нас, вы переживаете. И благодаря вам животные выздоравливают. Я потрясена вашей силой духа. Я потрясена вашим милосердием. И я благодарю вас за сострадание. Потому что его нельзя не купить. Его можно только получить от настоящих друзей. Ребята, всем сердцем, всей лохматой душой я желаю вам сил, крепкого здоровья. И пусть беда минует ваши семьи стороной. Спасибо, мои хорошие. Я горжусь, что я ваш друг. Спасибо вам. Господи, какие же вы молодцы. Мой самый низкий поклон вам, ребята, люди, дорогие мои. Спасибо за то, что вы помогли нам вытащить самых тяжёлых девочек, которым беда была почти смертью. Вы помогли их спасти. И я очень надеюсь на то, что мы до конца с вами переживём это страшное, тяжёлое время. Спасибо, люди. Спасибо вам за дружбу, Господи. Спасибо, мои хорошие. Спасибо. Добра вам. Спасибо. 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 Спасибо.